Друзья, привет! Это очередной выпуск на Бузиле нашего обсуждения публичного и моих ответов на ваши вопросы. Спасибо, что приходите, спасибо, что их задаете. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки. Помните, что у нас есть и патреон, и бусте для тех, кто готов нас поддержать. Мы благодарны персонально каждому. Спасибо большое за это. Теперь по поводу вопросов, которые вы задавали. Конечно, главная тема – это ужас крокуса. Но одновременно это произошло практически с разрывом в несколько минут, в пятницу вечером, когда посыпались информацией о событии, что происходит в данную секунду в Крокусе. Пятница вечера – как раз конец рабочего дня, рабочей недели, люди пошли на концерт. И одновременно конец рабочей недели в Министерстве инвестиции, поэтому в это же самое время возникла картинка, что я попал в число иноагентов, значит, ваш покорный слуга. Но чуть раньше позвонил мой друг и товарищ по телефону, юморист известный, и сказал, ну поздравляю тебя, старичок, значит, тебе орден дали. Ну понятно. И вы много вопросов задаёте, как узнали о том, что иноагентство, я вот сказал, и, естественно, главные вопросы про события в Крокусе. Но вы тут спрашиваете, зачем я ставлю, начал ставить плашку иноагентскую, это же позорно, это издевательство и всё такое прочее. Да, это издевательство, безусловно, официальное издевательство государственное, государство говорит, ну такой закон, вы должны перед каждым своим сообщением, большим или маленьким, ставить эту плашку, в этом нет никакого угнетения, вы просто должны сообщать читателям, поскольку в открытый доступ ваше сообщение идёт, что вы иноагент, вот нужно делать так, соблюдайте, пожалуйста, закон. И дальше вот такое количество требований, что вы ещё должны соблюдать. Я как новенький иноагент, вот сейчас как бы вживаюсь в эту роль, а дальше посмотрим, как мы будем ставить плашки или не будем ставить плашки, есть очень много разных мнений, могу сказать, что иногда это выражается в совершенном идиотизме, эти ребята прекрасно знают, что делают, их задача усложнить максимально жизнь людям, которые им не нравятся, которых они назначили врагами народа. Например, конкретный пример, один человек в статусе иноагента разместил просто цитату из литературного произведения в одну строчку, у себя где-то в каком-то ресурсе, в одну строчку цитату, но она занимает, ну сколько там, миллиметр ширины, он перед этим обязан вот такую эту плашку поставить, он этого не сделал ради цитаты, ему прилетел штраф во сколько-то там тысяч рублей, не так уж и мало. Это вот конкретно, каким образом государство под личиной соблюдения законов просто старается издеваться над людьми, унижает их, ставит их вот в такое вот положение людей третьего сорта, а всё потому, что люди, которые сидят в кабинетах, они боятся одного, они боятся правды. Они боятся правды, разности мнений и прогибаясь перед ещё более высокими кабинетами, демонстрируют, что они борются с врагами народа. Вот и всё. Но бог с ним, со мной, ладно, не такая крупная фигура. Что касается трагедии в Крокусе, вопросов очень много. Я бы просто, вот смотрите, велите вы до сих пор в ИГИЛ? Почему так поздно приехали слабовики? Это слово после Крокуса начало очень сильно и громко звучать. Вероятно, что после такого теракта начнётся гражданская война в России. Например, столкновение так называемых героев спецоперации с таджиками. Спрашивает Андрей Виноград, я с этого начну. Насчёт гражданской войны. Я думаю, что оснований, с одной стороны, для гражданской войны сейчас нет, а с другой стороны, её вспышки периодически где-то возникают в стране постоянно. То, что это всё ведёт сейчас к сдавливанию пружины, которая рано или поздно грохнет, вот это 100%. Вопрос в том, когда и как. Вы правы говоря про то, что ветераны СВО – это новая каста, которую сейчас накачивают баблом, статусом, уважухой, раскланиваются перед ними, приглашают других, товарищей вступать в эту особую совершенно золотую касту, в которой там, ну что там, без экзамена в универ, принимают детей всюду и так далее. Новая элита, говорит Путин, там полно уголовников с огромными сраками, среди героев СВО, так называемых. А с другой стороны, озлобление, таящееся внутри огромного мусульманского сообщества, мигрантского в первую очередь, оно огромное, это озлобление будет нарастать. И когда вы спрашиваете, верю ли я в ИГИЛ, а в него верить не нужно, он существует. Он существует везде, где есть сегодня компактное проживание большого числа мусульман. Я ничего плохого против мусульман не говорю, ни одного слова. Но как есть радикалы среди русских православных, допустим, какие-нибудь там неонацисты русские, которые под знаменем там русского величия, уничтожение народцев, евреев, мусульман и так далее действуют. Так есть радикалы везде, среди католиков и среди мусульман огромное количество. И в России огромное число людей, которые прошли через ИГИЛ, в том числе женщин, которые были женами боевиков. Очень большое число. И среди мигрантов тоже. И это прекрасный бульон, где будут вырастать новые террористы в том числе. Относительно того, верю ли я в историю, которую нам предоставляет сегодня официальная пропаганда. Очень много сомнений. И главное сомнение вот какое. Нам с одной стороны показали людей, которые хладнокровно, хладнокровно, а это значит подготовлено, хотя бы психологически, проходят в это огромное помещение, зажигают занавес, зная для чего это делается. Хладнокровно расстреливают людей. В первую очередь сея панику, но и расстреливая публично, еще там при помощи ножа перерезая горло. Это работа для очень хладнокровных убийц. А потом, расписываясь в том, что они абсолютные кретины, дебилы садятся в машину, которая пробивается элементарно, которую видели сотни людей, которая засвечена на камерах, и компактно все вместе отъезжают в сторону юга России. Ну и дальше начинается, конечно, окно на украинской границе, бла-бла-бла, вот это вся ересь. У меня огромные сомнения относительно того, что это были одни и те же люди, потому что, с одной стороны, они профессионалы, с другой стороны, они действуют как испуганные дети. Хотя закон известен, мгновенно рассыпаться в разные стороны и не пересекаться долгое время, чтобы всех кучкой не захватили, как и произошло. А вот коротенькое, я просто не могу не прочитать. Здесь и вопрос, и крошечный рассказ на одну строку. Пишет ГК, живу в Белгороде, слышала ракеты из Белгорода 24 февраля, 22-го года, слышала ракеты из Белгорода 24 февраля, которые летели в Харьков, где жила моя дочь, в шоке от произошедшего в Москве, уже сейчас. У вас нет ощущения, что нормальной жизни больше не будет. Уважаемый ГК, у меня есть твёрдое не ощущение, а убеждение, что такой жизни, как была до февраля 22-го года, точно не будет. И всякая следующая жизнь для меня и, наверное, для вас тоже будет ненормальной. Но люди так устроены, что будет расти новое поколение, для которого новая реальность уже будет нормальной, потому что она другой не знала. Так же, как наше поколение родилось и жило в Советском Союзе, в Савдипе, как бы вот оттепель, постоттепельной, 60-е годы. Мы были счастливы в нашем детстве, другого-то не знали. А старшие, которые прошли через ужас войны, терроров сталинских и революцию ещё помнили, молчали. И, скорее всего, очень может быть, что сейчас в новом поколении будет так же. Марта. Такой крик души. За 25 лет Утину ничего не пролетало, где бы он не находился на концертах к самолёту в толпе, почему страдают невинные люди, а на него даже покушаться никто не хочет, что ли? Ну, я не знаю, хотел ли кто-то покушаться на Утина, как вы говорите. Вполне вероятно, что, может, и хотел бы, но если где-то силовики и работают на максимуме в России, так это, в первую очередь, по части охраны первого лица. Ну, так в любой стране происходит, особенно в диктаторских режимах, где диктатору всегда есть чего бояться. Уж никаких денег и усилий на обеспечение охраны президента России не тратится. Вон, насколько выросли бюджеты. А что касается страдают невинные люди, почему? А потому что так жизнь суща человеческая устроена, что всегда страдают невинные люди. Всегда. И в этом, в том числе, и смысл массового террора – посеять ужас и страх, и растерянность в людях. Это был как раз тот самый случай. К сожалению, невозможно поставить к каждому человеку рядом охранника с автоматом. Плюс ко всему, когда опасность отступает, мы же с вами себя знаем, мы чуть-чуть расслабляемся всегда. Нельзя жить всё время в напруге. Как только чуть-чуть расслабляются люди, чуть-чуть расслабляются, вы понимаете, строгость всех охранных решений, рабочее состояние каких-нибудь магнитных дуг безопасности и всего остального, и сразу возрастает опасность. К сожалению, так всегда бывает, что гибнут невинные. Немножко сменим настрою тему. Подорожник спрашивает, как вы относитесь к искусственному интеллекту? Я к интеллекту не отношусь. Старая шутка. Каковы перспективы? Социальные сети, казалось, сильно изменили нашу жизнь, но в целом кроме отъёма времени и информационного шума не несут ничего. Не согласен, всё-таки несут. Очень быстро распространение информации. Поглядите, пожалуйста, те же события в Крокусе мгновенно стали известны миллионам людей. И это, кстати, не нравится тем, кто хотел бы всё контролировать, как при Савдепии, всю информацию из одной соски, чтоб получали люди. Общественный строй не меняется, внесёт ли изменение искусственный интеллект? Как это не меняется, общественный строй? Ребята, за 20 лет общественный строй в России как поменялся в реальности? Не в демагогии, не в фантиках этих бумажных, что пишут официально в закон Конституции, которую уничтожили фактически полностью. Одной галочкой за 200 поправок голосовали. Но строй-то поменялся в конце 90-х, когда Путин привёл Ельцин к власти. Это была другая страна, жутко кривая, косая, с диким количеством проблем, бед, преступности и так далее. Но в ней были зачатки демократии хотя бы какие-то. А сегодня тоталитаризм, который строится на тотальной лжи. Плюс кровавый, поскольку, извините меня, военные действия не прекращаются и люди гибнут сотнями и тысячами. Искусственный интеллект как при этом? Параллельно как-то развивается. Но общественный строй поменялся незаметно для нас. С другой стороны, если говорить о позитиве, я могу говорить про свою область. Вот в чём уже искусственный интеллект приносит плоды? Значит, тут в одной телекомпании, но это где-то за границей, я прочёл на днях буквально, значит, решили отказаться от дикторов, которые читают новости. Вместо них эти, как это называется, дипфейки, рисованные ребята, как бы натуральные, и они, знаешь, нормальными, красивыми, поставленными голосами читают новости. Видите, я это всячески приветствую, потому что диктор новостей – это самое пустое животное, какое только может быть. Пускай не обижаются мне люди, которые этим занимаются, потому что это говорящие головы, ГГ их называют на телевидении. ГГ – шаг влево, шаг вправо, расстрел, увольнение, читают по суфлёру с каменными лицами то, что написал какой-то им там автор, редактор, суфлёр бежит, и они читают, красивая девушка сидит, и какой-нибудь холёный молодой мужик. Для этой цели не требуется ни интеллекта, ни знаний никаких, для этой цели требуется подчинение полное начальнику, и умение читать. Вот и всё. Значит, поскольку идеальных людей нет, то впоследствии искусства интеллекта, наверное, можно создать замечательных нарисованных дикторов, с которыми никаких головных болей нет, их не надо кормить, им не надо выплачивать социалку, им не надо плачивать зарплату, они не будут устраивать адюльтеры, уводить друг у друга мужей, жён и так далее, говорить глупости, попадать по наркоте или почему-то ещё, и просто экономия бюджета. В этом смысле я крайне приветствую появление искусственного интеллекта. Наверное, это вопрос из Белоруссии. А, нет, два вопроса, один короткий. Мне просто интересно, дед реально людей за идиотов держит? Ну, знаете, деды, они все отличаются тем, что они всегда считают себя умнее всех остальных. Ну, деды, потому что старые уже, жизнь-то позади, уже девушки не любят. И кажется себе, что все молодые дураки. Это такой мой ответ с подковыркой. Следующий вопрос Михаил Леанский, наверное, из Белоруссии. Как вы думаете, сохранит ли Беларусь свою независимость как государство в будущем? Или Лука, последний президент независимого государства? Спасибо. Ну, насчёт независимости Белоруссии сегодня говорить довольно странно. Белоруссия существует очень сильно, не называя проценты, очень сильно на том, что обеспечивает ей Россия, в том числе Луке пребывание у власти, а может быть и в жизни помогла сохранить Россию в 1920 году, как вы помните, когда начался зародыш революции белорусской. Поэтому сейчас Лукашенко пытается продавать белорусам, в том числе, с одной стороны, говорит, что вот мы с Владимиром Владимировичем Путиным ту ночью не спали и всё думали, как ловить убийц из крокуса, а с другой стороны, он рассказывает белорусам, что вы, козлы, если вы не хотите раствориться в России и превратиться в её предаток, то поддерживайте меня, потому что я единственный, кто обеспечит вам независимое отдельное государство, в котором всё будет как в Советском Союзе, только при этом будут продукты в магазинах. Если вы не будете тявкать, а будете тявкать, мы вас всех замочим в сортере, уничтожим в тюрьме. Поэтому я думаю, что Лука будет сохранять, стараться до конца эту самую независимость, которая, конечно, независимостью являться не будет. Родро спрашивает о больно показушное задержание террористов из крокуса. Опять крокус, дали спокойно уйти, потом всех поймали живыми. К вопросу о задержании, так ли это показушно или не показушно, и вот эти все кадры с отрезанием ушей и пытками, это как раз к вопросу о социальных сетях, потому что камеры сегодня могут быть в мизинце приспособлены у любого человека, и проконтролировать всех, кто что-то снял и тут же выложил в интернет, невозможно. Ну, только там строго запугать. Ну, взял, кто-то выложил один, и всё. Мы замучаемся выяснять, кадры с пытками были выложены по приказу кого-то, или это была личная инициатива кого-то, кто это снял. Так или иначе, ужас в другом. Я думаю, что жестокость, злодейство, садизм и насилие провоцирует садизм, жестокость и насилие и злодейство с обратной стороны. И это превращается в порочный круг, который спираль, 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 спираль. Давно доказано. И вот эти кадры и с убийством людей в Крокусе, ни в чём не повинных, несчастных, и женщин, и детей, и затем кадры с пытками и с отрезанием ушей, они по большому счёту работают на одно и то же. Посеять ужас противоположной стороны. А это значит, что следующий виток насилия скоро вернётся опять. На следующем витке насилие вернётся. Стас Вишневский. Ну, опять про то же самое. Судя по отсутствию серьёзных реакций на пытки и состояние террористов в залах суда, хочу спросить, это народ такой у нас, а Путин его следствие? Или это нашласть причина, из-за которой народ такой? Теряет сознание, приобретает жестокость такую, что скупает ножи, которыми режет уши. Это и причины и следствия одновременно. Курица или яйцо, что первее. Путин не прилетел с Марса. Его не скинули в Россию какие-то злодеи, которые хотят уничтожить Россию или земную цивилизацию. Владимир Путин – это мальчик, который вырос на Ленинградской улице. Не в том смысле, что он был бездомный. Ну, обычный парень в обычной рабочей семье. Он один из миллионов. Один из миллионов. Он носитель менталитета русско-советского человека. Русско-советского человека. Это сто процентов, я вам говорю. А тип власти, который сформировался? Ну, царский, барский, ханский тип власти. Потому что русское общество веками приучалось и привыкло к нему. Понимает власть вот таким образом. Это хан, которого все боятся и слушаются. Если не боятся и не слушаются, он слабо его уничтожает. Хан, царь, как угодно. И Путин шел по этой модели. Ему помогали идти такие же люди, которые из такого же самого мира, из такого же самого народа произошли. А дальше наоборот. Власть через средства массовой информации, через шестерок массирует, давит, лепит мозги граждан. Из которых потом должен будет появиться следующий хан. И вот еще в продолжение разговора о жестокости. О том, что народ теряет сознание. Это из Украины. Письмо от Яси. Читаю дословно. Это не похороны Навального, где было море силовиков и десятки автозаков. Всего лишь концерт с тысячами зрителей. Перед этим власть была предупреждена. И это предупреждение американцев было высмеяно Путиным. Все так и есть. Силовики защищают только Путина и его верхушку. Я об этом говорил. На остальных плевать. Тем по чем не с плакатами же они на концерт пришли против войны. Не защитили своих людей. Пытали якобы преступников подозреваемых и демонстрировали это. И при этом обвиняют всех, кроме себя. Как всегда. Мы живем в Украине в аду, устроенным Путиным. И вам, россияне, это предстоит. И черное сердечко в конце. Я не могу ничего противопоставить этому. Да, одна страна в другой устроила ад. И страшно то, что население страны, Россия, с этим даже не то, чтобы смирелось. Оно это внимание не обращает. Большое число людей. Ну, потому что тяжело, неприятно. Не все так однозначно. Мы не все знаем. А что там кто-то гибнет? Нет, ну так это же там. Это страшно. И когда уважаемый Яси пишет, что вам предстоит жить в аду, вот сегодня чуть-чуть, что такое ад, чуть-чуть, стало понятно жителям Белгорода и окрестных сел. Как они сразу поменяли общую поляну информационную, когда Соловьёва стала прилетать из Белгорода, что он там что-то затявкал насчёт того, что они там трус или что-то ещё, как ему плетели в соцсетях сотни сообщений, что приезжай сюда и посиди тут, смельчак, под ракетами. Это чуть-чуть ад приблизился. И, ну, херово, в общем, короче говоря, это всё, и это будет, к сожалению, длиться очень долго. И ненависть между людьми будет расти. А поскольку никаких признаков того, что Путин и его подчинённые готовы остановиться, осмотреться, сказать «Е-мое!», но так же невозможно, это же кровь, не вода. Давайте всё-таки надо что-то делать. Признаков, что они станут что-то делать и останавливаться, не видно. Татьяна тут нас насыпала вопросов. Доколе? Вот дотоле, уважаемая Татьяна. Теракт натягивают на Украину, чтобы бабахнуть ядеркой? По всем признакам бабахания ядеркой пока речи не идёт. Но на Украину будут натягивать всё, включая летнюю засуху, зимнюю, что там, морозы, и всё остальное, наводнение, извержение вулкана на Камчатке, которое что-нибудь там сожжёт. Это всё будет виновата Украина в русской прессе, в российской, вы же понимаете. Почему так долго нет помощи Украине? Это вопрос к демократическим государствам. Товарищ Путин, всякие Орбаны и прочая вот эта мелкотравчатая шваль, которая кормится с руки у России, у господина Путина, они все говорят, вот смотрите, когда сильный лидер, экономика работает, потому что дисциплина есть, сказал, и тут же бах, заводы в три смены стали делать снаряды, танки, шманки и так далее. А все эти демократы, вонючие, только болтать могут там в парламентах друг с другом, коалиции устраивать. Вот в результате и правильно, Путин сильный вождь, он ведёт страну вперёд. И это нравится огромному количеству народу, который вроде бы в демократических странах живёт. В Германии, глядите, ну шольц, говно какое-то трепочное. Вот Путина туда полно. Но я уж не говорю о странах, более близких, испытавших советскую власть когда-то на себе. Привлекательность силы. А демократы – это болтовня. Голосование. Вон ООН. Пожалуйста. Символ бессмысленной болтовни. Абсолютной. Так и хочется рассказать неприличный анекдот про султана и евнуха. Но расскажу его патреоном, хорошо? В патреоне, в бусте для наших подписчиков. Как раз о бессмысленной болтовне. Как вы переживаете происходящее? Извините, ещё один вопрос. Татьяна, чтобы закончить. Как жить нищим, приличным людям? Как я переживаю происходящее? Сон потерял. Если бы я был выпивающим, я думаю, что я бы сейчас был сильно в запоях. Но я вот как-то много лет подзавязал. Был бы курящим, наверное, курил бы одну за другой, как раньше, когда-то в молодости. Но так сейчас всё. Сон и еда, и сладкое. Варенье, конфеты, варенье, конфеты, варенье, конфеты. Что попадётся туда? Как наркоман. А как жить нищим, приличным людям? Я очень боюсь какую-то сказать пошлую глупость. Во всяком случае, за всех сил стараться оставаться приличным человеком, мне кажется, важно. Независимо от того, сколько у тебя денег в кармане. Очень много или очень мало. Это бывает очень трудно. Всё-таки не изменять себе, мне кажется. Это важно. Своим принципом. Как бы ни было тяжело. Простите, если я ответил как-то высокопарно. Но это то, что я искренне думаю. Критика. Михаил. Ну что, Кирилл Навотов, вы всегда избегали вопросов о мигрантах в России, межнациональных конфликтах и так далее. А их уже миллионы здесь. Идёт замена коренного населения России, замена и вырезание. Мигрантов лоббирует в высших шлонах власти. В России давно уже война внутри. А вы всегда боялись таких вопросов и тем? Каких вопросов и тем? О межнациональных конфликтах или о мигрантах? Да нет, не боялся. С чего это взяли, Михаил? Потом вы не валите всё в одну корзину. Дело в том, что Россия – это многонациональная страна. И сам товарищ Путин, господин Путин, или вот господин Утин, говорит о том, что это многонациональный народ, который живёт в дружбе и согласии. Если бы ещё тут украинцы не мешали, мерзавцы, подонки, нехорошие люди, зеленские и всякие нацисты, то вообще было бы всё сказочно, Россия – это самая замечательная страна. А насчёт мигрантов вы имеете в виду, в первую очередь, мусульман. Сознайтесь. Мусульман. Потому что, если говорить о трудовых мигрантах, то большинство из бедных или когда-то бедных республик, так называемых, ныне Эмиратов, Средней Азии. Извините на телефон. Но вы хотите сказать, что идёт замена в эшелонах власти? Идёт замена коренного населения? Это слишком примитивно, слишком просто. Сегодня народу в России не хватает. Если бы не было двух мировых войн и большинизма, то по разным оценкам сегодня в России могло быть там и 500, и 400 миллионов населения. Сколько сейчас? 140? Не хватает рабочих рук. Откуда их взять? Нормальный, естественный процесс. Люди из бедных стран едут туда, где могут заработать. Как только ситуация ухудшается, они уезжают. Вот сейчас такой самый процесс. Рубль упал, таджикскому мигранту стало менее выгодно. Много мигрантов уехало. Появилось национальное напряжение, а сейчас, конечно, начинаются угрозы и будут наверняка уголовка посыпаться. На бытовом уровне уже пошли признаны, уже после Крокусковской трагедии люди тоже начнут сваливать. И вы хотите сказать, что они лоббируют какие-то свои вопросы в высших экшелонах власти? В высших экшелонах власти есть полно подлецов, но нет мудаков, извините меня. И в том числе качественные экономисты есть, которые прекрасно понимают, что рабочая сила где-то нужна для работы на заводах, в том числе на оружейных заводах, для призыва. Мигрантам паспорт в руки и быстро на войну. А что касается того, что они постепенно, постепенно идёт замена населения, замены не идёт, но процентный состав меняется, и это судьба любой большой бывшей империи, у которой были колонии. У России были колонии в Туркестане, вот среднеазиатские так называемые республики. И сегодня этот процесс в Англии. Пойдите на улицы Лондона. В Голландии. Пойдите на улицы Амстердама. Там смешанное цветное население. И у подавляющего большинства будут английские или голландские паспорта. В каком-нибудь Ванкувере я был. В Канаде. Очередь в Макдональдс. 20 человек. Два белых лица европейных. Остальные – жёлтые, темнокожие и так далее. Все стоят мирно, смеются, разговаривают. Вообще ни для кого вопросов никаких нет. Человечество, когда цивилизованно более-менее развелось, оно понимает, что цвет кожи ничего не значит. Быть можно дельным человеком, думать о красе ногтей, писал Пушкин. Можно быть жёлтым, чёрным, белым, монголоидом, каким угодно ещё, быть приличным образованным человеком. Извините меня, в Соединённые Штаты Америки возьмите сегодня топовые имена во всяких этих Эплах, Шмэплах, Кока-колах и так далее, в гигантских корпорациях, которые миром там заведуют. Вы увидите там тысячи имён, индийцев, иранцев, кого угодно. Это 21 век, и Россия никуда от этого не денется. Здесь тоже постепенно, постепенно, постепенно будет увеличиваться число людей с нерусскими фамилиями. Если вести дело цивилизованно, это трудная политическая работа. Трудная. Но тем не менее, это может быть совершенно нормально. В Англии сегодня кто премьер-министр? Риш и Сунак. Потомок кого? Мигрантов. Кто мэр Лондона? Ханова фамилия? Сидик Хан. Потомок кого? Мигрантов. Образованные, обеспеченные, современные. Ребята, новая элита Англии. Англия ещё погибла? Нет. Вообще, этот разговор, вы меня, конечно, обидели сильно, что я там ухожу от сложных вопросов. Могу вам точно сказать, что призывать, давайте пошли бить таджиков все вместе, если вы настоящие русские. Это не ко мне. Есть вон полно людей всяких, от Прилепина до Дугиной компании, которые около таких лозунгов стоят. Но знаете, у меня полно друзей с совершенно разным цветом кожи, фамилиями, происхождением, и они все очень приличные люди. Да и вам, я в самом, пять, что ли, кровей. Правда, нет ни таджикской, ни еврейской, но всё равно. Империя, мы все слеплены из кусочков прежних поколений. Вот сказал-то как. Слушайте, как специально продолжение Михаила с обратной стороны Not Wine пишет, а чего бы нам не пригласить на трон президентства или царства кого-нибудь из варягов? Это же скрепно. Наши предки так делали, и потом нами правили немки в основном. Это правда, немки были. Ну вот, чего же не заключить контракт с норвежским каким-нибудь премьером в отставке? Меркель-то уже можно уломать, когда была помоложе было. Своих бы спецов подвезла. Ведь это же наши прапрапрадеды видели, а значит, опять скрепы. Или я не ту историю всё вспоминаю, уважаемый Not Wine, вы вспоминаете ту самую историю нашей прапрапрапрапрадеды, если они у нас с вами были одинаковые, они вроде действительно приглашали кого? Тех самых варягов, да, вот этих, Рюрик там и Компашка его. А кто эти были варяги? Это была братва. По современным понятиям это была ЧВК, которая, грубо говоря, оказывала силовые услуги, в смысле, там, регулировала жизнь населения, ставила на место, била слабых, в общем, нагибала и так далее. Порядок наводила. Земля наша богата, порядка только нет. Пришли бандосы по найму, значит, и постепенно, что они сделали, эти бандосы, то, что всегда происходит. Человек, который наводит порядок, постепенно приходит к власти. Человек, которого богачи приглашают охранять свои богатства, постепенно становится совладельцем этих богатств. Ну, совсем примитивно выражаясь. Таким образом, какие-то непонятные бандосы стали Рюриковичами самой-самой ценной благородной династией в России. Но все-таки, понимаете, они пришли, когда еще не было никакой государственности на землях нынешних русских. Племена были, Кривичи, Вятичи, Поляне, Древляне, Словяне, Словении и так далее, миллион. А эти пришли и вот структурку построили. Это то же самое, что на самом деле Патрушев с Путиным говорят, что после разрухи 90-х годов новая элита, в первую очередь силовые ребята из ФСБ, они как раз новую структуру стали выстраивать. Потому что страна разваливалась. А они, вот это жесткая вертикаль, на которую скелет нанизали новую Россию. Все делали то же самое. Но тут нет оснований привлекать Меркель. Ну, никак, понимаете. Монархия для этого нужна. Тогда можно на трон пригласить. Таких случаев было полно. Болгария, например, пригласили немецкого принца. Болгарский царь на самом деле немецкий принц. Ну, и в России тоже, вы правы. немок всяких завозили, потому что женить-то надо было на ком-то царе, будущих царей, царевичей. А на ком? Своих невест не хватало, нужно было, как кровь-то со стороны нужна. А вот тут пол Европы германских принцесс болталось. Вот по очереди и завозили. А на сегодня нет монархии в России и не предвидится, честно говоря. То есть, она есть, но вы же понимаете, монархия на деле, но неформальная. Екатерина, ведут ли смертную казнь в России, как в Белоруссии, что вы думаете, не мнутся расстрельные списки? И может ли возвратиться гражданское общество в стране, где отсутствует надежная система защиты человека от производства государства? Почему люди терпят? Ну, терпят, потому что либо страшно, либо наплевать, даже не собираются думать о том, что происходит. Что касается введения смертной казни, вот в данную секунду, на мой взгляд, Россия подошла к ключевому поворотному моменту, когда ответ на этот вопрос может быть ужасным. И смертную казнь вернут. Ястребов, которым этого очень хочется, много. События типа Крокуса число ястребов увеличивают, а старым ястребам дают мощную дубину в руки. Скажут, смотрите, мало вам, вот необходимо сейчас. Конституционный суд в России, это давно Ширма, Зорькин, Зорькин, это давно престарелый клоун, который унижается и прогибается перед президентом. Говорят, что он таким стал после того, как потерял жену, его личность, так сказать, очень сильно изменилась, не знаю, так ли это. Но, во всяком случае, сегодня поручиться за то, что в России полностью отрицающие все европейские сегодня обязательства свои, там, Совет Европы и так далее, что в России не уничтожат мораторий на смертную казнь нельзя. И насчет расстрельных списков, а знаете, называться будут по-другому, но списки будут, тем более, что списки-то уже есть, они пока не расстрельные. Вот. А уж какие там статьи применят. Сегодня юриспруденция российская, судебная система такая пластилиновая, что любую казу можно вылепить. Ну и насчет гражданского общества. Когда все кончится когда-нибудь, то постепенно начнется возрождаться гражданское общество. Вопрос в том, будет ли это запрос в общество. И следующие, кто придут в власти, захотят ли, чтобы это общество сильно выросло. Потому что гражданское общество это контроль над властью. Понимаете, к чему я кланю? Да? И последнее. Слушайте, вопросов дофигищи. Если вы придете в Бусти и в Патреон, у нас там отдельный разговор тоже есть с нашими подписчиками. И там еще мы обсуждаем некоторые вопросы, которые вы задаете. Более частного такого свойства, более узкого. Приходите. А здесь я сейчас заканчиваю, чтобы вас не грузить. Веселым вопросом от Павла. Как вы относитесь к хобби-хорсингу, где скачут на деревянных лошадках, как в детстве верхом? Черт возьми, Павел. Спасибо вам за этот вопрос. Вот сидишь с утра до вечера в телефоне, думскролишь эту всю ленту безостановочную, как начитаешь все этого всего, потом встаешь со стула, у тебя, извините, задница каменная, как будто ты хобби-хорсингом занимался несколько часов, все отбил, потому что тебя просто колотят от того, что ты читаешь. Вот этот хобби-хорсинг, это сегодня мое существование почти ежедневное, практически постоянное. А к настоящему хобби-хорсингу я еще не подошел. Спасибо, что вы сказали, что это так называется. Надо будет где-нибудь попробовать, потом расскажу о впечатлениях. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, ставите колокольчики, если сможете нас поддержать. Не только словом, спасибо каждому нашему подписчику. Патреон и Бусти для этой цели они работают. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...